Топ-5 автомобилей, которые не гниют, на примере тех, что у нас есть в автохаусе Grand, контакты профилей погнали. Устав быть предметом насмешек в прошлом тысячелетии, Opel теперь доказывают нам обратное. И избавляются от славы стремительно ржавеющих машин. Это, господа, Opel Insignia, пятое место нашего топа. Кузов отлично покрашен и все детали классно сопротивляются коррозии нашим реагентам. Казалось бы, сам ЛКП не толстый, но может похвастаться хорошей практичностью, и отлично выдерживать всякие сколы и мелкие трещины. Ну, а антикоррозийная защита днища держится молодцом. Opel Insignia, пятое место. Невероятно, но факт, но четвертое место это Toyota. Больше речь идет, конечно, о Camry, но и вот, например, Toyota Versa не исключение. Скажете, с ума сошел, а нет, ребят, да, у нас здесь тонкое лакокрасочное покрытие, но... Антикоррозийная обработка японского автопрома другим одноклассникам на зависть. Если не обращать внимание на разные мелочи, на какие-то серьезные проблемы, вот в таких годах это уже редкость. Toyota, четвертое место. Невероятно, но факт. На дебютной модели своей младшей в серии дебютантки BMW на единичке поварцы на кузове не экономили. При этом, в отличие от старших моделей, здесь не так и много крылатого металла. По-моему, здесь вообще его нет, да? Зато есть надежная оцинкованная сталь и хорошая защита днища различными пластиковыми элементами. ЛКП не очень толстый, но окрашена единичка на совесть. Третье место. Volvo давно славится особым отношением к коррозийной стойкости. Кроме там первых S40, но о них не будем. Качественной покраской запомнилась еще первая S80, и это на самом деле терминатор наших дорог. Естественно, вся оцинкована ржавеет с большой неохотой. Посмотри, какая 2003 год. Ржавчины вообще нет. Откровенно, слабых мест нет вообще, и очки коррозии здесь очень редкое явление. Второе место. Ну а лидер хит-парада, естественно, Audi еще начиная с 80-х соток. Это легенды, которые, если не битые, до сих пор не гнилые. Но здесь побеждает Audi A6, кузовик C6. Половина из которого алюминия, там вообще монстр не гниющий. К сожалению, мы его только недавно продали, новое вот только на подготовке. Поэтому могу показать Audi A3, как пример, вот тоже образец, 1997 год. Ребят, кузов как с салона выехал. Так что среди старых автомобилей Audi однозначно вне конкуренции, а 606 топ-1. Но есть бонус. Все, что сказал выше, это актуально для автомобилей 10, 15, 20 лет которой. Но, если вы берете что-то новое, ребят, любого француза, любого из Европы прибывшего, двухслойная оцинковка, эти автомобили словно создавались для наших реагентов, им вообще все нипочем. Любой француз новый, все, и забудьте. Погнали. У нас больше 150 автомобилей. Моментально появляются в Телеграме, актуальный каталог тоже в профиле. Пока. Редактор субтитров А.Семкин